Причина и повод. Когда я учился в школе, у нас был очень хороший преподаватель по истории. Звали его Борис Львович Садовский. Это был один из тех немногих учителей, которые умудрялись так учить нас, что мы, несмотря на то, что любили их, вели себя хорошо на их уроках. Обычно бывает что-то одно или другое. И когда он преподавал нам историю, рассказывал о разных событиях нашей страны, других стран, я как-то особенно запомнил, когда он говорил о войнах. И он говорил, что у любой войны есть причина и есть повод. И причина для войны может быть наличие нефти в какой-то стране, которую хочет заполучить другая страна. И вот поводом служит, что, к примеру, обокрали экипаж подданного от той страны, которая хочет эту нефть заполучить. И объявляется война, которая бы ни в коем случае не объявлялась, если бы у тех не было нефти. Просто бы написали какую-то ноту, протест, выговор, получили бы компенсацию, но нужна нефть. И вы знаете, когда я смотрю на человеческую жизнь, я вижу, как очень часто сам человек с самим собой не может разобраться, где у него причина, а где повод. И очень часто поводы, которые всегда второстепенны, которые лежат на поверхности и порой выглядят, может, более благородно, чем истинная причина, они в наших глазах и кажутся причиной. От этого мы запутываемся, попадаем в тупики. Причина всегда глубже, более скрыта. Я говорю о неприглядных ситуациях, потому что, может, допустим, мамочка пытаться накормить свою ребенку, у нее хорошая для этого причина, и как повод она использует поход к бабушке, и говорит, если ты сейчас не покушаешь, мы не пойдем к бабушке. Я не говорю, конечно, о таких ситуациях. Я буду говорить о том, что люди пытаются скрыть и спрятать, и на показ выставить то, что на самом деле не соответствует действительности. Когда мы, если мы не разберемся с этим вопросом, часто бывает даже в семье, допустим, или меж соседями, или между братьями, сестрами, существуют какие-то конфликты, и одна из сторон изо всех сил пытается этот конфликт разрешить. Другая сторона представляет неистинную причину, потому что она неблаговидная, и не хочется ее показывать. Показываются различные поводы, показываются какие-то моменты, которые на самом деле не беспокоят ту другую сторону, и та искренняя сторона пытается все эти поводы разрешить, но конфликт продолжается. Почему? Потому что есть причины, есть скрытые камни, подводные камни, и эта ситуация приходит также в тупик. В таких случаях нам нужно прямо просить у Господа мудрости, и часто, когда мы обнаруживаем причину, мы понимаем, что мы никогда уже не сможем быть в мире с этими людьми, потому что то, что они хотят, и то, что требуют, это просто невыполнимо и нереалистично. Но я не буду затрагивать все жизненные ситуации, хотел бы только два таких наших, два момента касательно причины и повода отметить. Во-первых, если мы не разберемся с этим вопросом, у нас не будет прогресса в нашем освещении, то есть когда мы хотим изменяться, изменять свой характер, свои поступки, свой образ мысли. В книге притчи написано, «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Оказывается, не так много христиан в момент своей слабости, когда они повели себя не так, как должно, не так, как это предписывает Священное Писание, не так много христиан могут сказать себе, «Я слаб», «Я оказался слаб». Очень многие списывают свое поведение на бедствие, на то самое, о котором говорится в притчах, или на чье-то другое поведение. И человек сам себе верит и говорит, что если бы рядом не было вот этого раздражителя, вот этого человека, этой ситуации, я ни за что в жизни бы так не поступил. Если мы таким образом мыслим, братья и сестры, у нас не будет прогресса в освещении, потому что причина наших падений, причина наших согрешений, никто иной, как мы сами. Все события и все личности, участвующие в этом, являются лишь поводом к тому, что мы согрешили. К нашего согрешения причина мы и никто другой больше. И апостол Ян об этом говорил в первом послании своем, в первой главе восьмым стихом. Он говорит, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Апостол говорит к тем людям, которые согрешили. Я раньше читал это место, и мне было странно, что мы всегда должны взваливать на себя вину. Если человек проверил свое сердце и говорит, я чувствую совесть моя свободна, то как будто бы он не прав. По словам апостола Яна, мы всегда должны говорить, у меня есть грех, у меня есть грех, у меня есть грех. На самом деле мы видим, что здесь идет речь о согрешившем человеке. И вот если согрешивший человек говорит, я не имею греха, то есть это одна из ситуаций, когда, говорит, виноваты окружающие меня, причинам, почему я так поступил, в окружающих меня. Ян говорит, тогда мы обманываем самих себя, и в нас нет очень важной вещи, истины нет в нас. А в Евангелии тоже в другом месте апостол этот же Ян цитирует Иисуса и говорит, что Иисус однажды сказал последовавшим за ним, если вы пребудете в слове моем, то вы истинно, мы ученики, вследствие этого будет, что вы познаете истину, и истина что сделает? Сделает вас свободными. Но смотрите, здесь апостол говорит о людях, называющих себя христианами, они таким образом мыслят, таким образом себя ведут, что истина не может быть в них, а значит не может быть в них, и освобождение. Когда мы говорим, что виноват в моем проступке не я, а кто-то другой, в это время Библия говорит, мы обманываем самих себя, истины нет в нас, и нет освобождения, которое приносит эта истина. Всякий раз, когда мы делаем не то, что должно делать, нам нужно сказать себе, честно и прямо, я поступил так, потому что я слаб, я бездуховен, потому что я холоден, равнодушен, ленив, раздражителен, завистлив, жаден, вспыльчив, что угодно, это я сделал, потому что я такой. Присутствующие рядом люди или события являются поводом проявиться истинной причине, которой являюсь я сам. Некоторые верующие люди говорят, мне некогда читать Священное Писание, мне некогда молиться, кто-то говорит, мне некогда идти в собрание. Мы находим время для двух вещей всегда. Мы находим время для того, что нам нравится, это раз, и мы всегда находим время для того, что считаем важным, это два. Проверьте свою жизнь, все, что нам нравится, и все, что нами считается важным, мы в самом тесном расписании найдем для этого окно. И если мы не читаем Священное Писание, и если мы не молимся, и если мы не идем в церковное служение, о котором Бог сказал, мы должны быть в нем, нам нужно честно признать себе и сказать, либо я не считаю это настолько важным, чтобы находить в своем плотном расписании для этого время, либо мне это не нравится, это будет честно. И с этого только может начаться прогресс. Если мы, будучи христианами, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, никак не можем устроить свою молитвенную жизнь, чтение Священного Писания, что является основой нашей духовной жизни, никогда эта тенденция не изменится до тех пор, пока мы не перестанем говорить, мне некогда это делать. Это ложь. Это всегда ложь. И занятость это только повод, а причина либо в том, что мне не нравится это делать, либо в том, что я не считаю это таким уже важным, чтобы отодвигать другие дела ради этого. Больше другой причины не существует. И апостол Иоанн утверждает, если мы хотим, чтобы в нашей жизни были перемены, в нашем характере, в нашей духовной практике, в богоискании, нам нужно всегда смотреть на причину, находить ее и озвучивать, хотя бы как минимум для самих себя, и перестать заниматься самообманом. Иначе перемены не произойдут. Они приходят от истины к тем, кто говорит истину и мыслит истинно. Это первый момент, на который я хотел обратить внимание. И второй, немаловажный, касающийся вопроса причины и повода, подать повод, это большая ответственность. Я разворачиваю всю ситуацию в другую сторону. И сначала я говорил о человеке, который согрешил, и он должен увидеть причину только в самом себе, потому что это так и есть. Сейчас я говорю тем, кто послужил поводом вот этому самому человеку согрешить. Оказывается, с этих людей не снимается ни малейшей ответственности. Когда Давид согрешил, вы помните, что говорил ему Господь? Среди прочих слов, когда Давид даже признал свое согрешение, и вот среди всего, что сделал он, Бог говорит о наказании, знаете, за что? Он говорит, как ты этим делом подал врагам Господа повод хулить имя Господне, то умрет родившийся у тебя сын. Ни одно нехорошее дело сделал Давид, но все это Бог суммировал таким образом и говорит, твоя главная вина всего этого, все в итоге сводится к тому, что ты моим врагам дал возможность, повод хулить имя Господне. Скажите, пожалуйста, в чем причина, когда враг Господа хулит имя Господа? Причина в том, что он его враг. Причина хулы на имя Господне от некоторых людей заключается в том, что внутри себя они имеют вражду в отношении к Богу. И не важно, что и где и как послужат причины для их хулы, они будут хулить имя Господне, потому что причина в них, они враги Господа. Но удивительно, что говорит Бог. Да, они нашли бы другой повод хулить имя Мое, но, Давид, ты понесешь тяжелое наказание за то, что ты дал им этот очередной повод. Во 2 Коринфянам в 10 или в 11 главе Павел говорит о том, что некоторые свои поступки ему приходилось так формировать, так выстраивать, чтобы написано не дать повода кому? Ищущим повода. Эти люди ясно, что какие-то негодные, лукавые, и они просто ищут повода, и мы иногда говорим, свинья грязь найдет. Когда очередной человек, трезвенник, дает какому-то нетрезвеннику деньги на выпивку, он успокаивает себя тем, что все равно не у меня, так у другого возьмет. Но ответственность в том, что он получил деньги на выпивку и может быть потом погиб в пьяном угаре, он получил эти деньги именно через меня, потому что дать повод это ответственность. Это большая ответственность. И давайте мы посмотрим, что говорится об этом в Евангелии от Луки в 17 главе с 1 стиха буду читать, потому что здесь как раз показываются две стороны этого вопроса. Иисус сказал ученикам своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничных жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя братвы, выговори ему, и если покается, прости ему, и если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему. Иисус Христос берет здесь, в этой ситуации сразу две стороны. Он предупреждает нас о том, что наша жизнь не будет похожа на гладкое шоссе. В нашей жизни будет много поводов, когда нам захочется упасть, разбить свой нос, расцарапать колени, и часто это будет происходить через тех людей, которые называются братьями. Невозможно не прийти соблазну. Он предупреждает нас и говорит, вы будете получать встречать неприятности в жизни от близких людей и даже от тех, которые называются христианами. И Христос прописывает механизм, как эти соблазны победить, как их преодолеть. Если брат твой согрешил то-то и то-то, в конце концов, ты должен простить, даже если он семь раз в день против тебя согрешил. Иисус говорит, смотрите, брат согрешает семь раз против меня, да, и причем написано семь раз в день. Это очень тяжело перенести. Некоторые не могут простить тех людей, кто обидел их три раза в жизни. А здесь надо простить того, кто обидел тебя семь раз в день. Этот человек дает мощнейший повод для моего падения и даже для того, чтобы сказать, как можно ходить в церковь, где ходят такие люди. Но Иисус говорит, блажен, кто не соблазнится. Ты должен это преодолеть и ты можешь преодолеть это через многократное, правильно сказать, даже бесконечное прощение тех, кто соблазняет тебя. И мы должны, читая это место, понимать, если против меня согрешил брат, и я сказал внутри себя, не пойду больше я в это собрание. Кто-то говорит, я в Бога больше веровать не буду, он должен знать причину, в нем Бог обеспечил тебе механизм, как безопасно пройти эту критическую ситуацию. Бог говорит, что ты должен пройти, ты обязан пройти, и я научил тебя, как это пройти, ты должен пройти через прощение и через спокойный диалог. Но Бог говорит, горе тому, через кого соблазн. мне в детстве очень трудно было вместить одну мысль, дней сейчас-то как бы ее нелегко вместить, но по крайней мере я чуть больше ее понимаю. Когда говорили, волки это санитары леса, и нам объясняли, что в лесу есть зайчики здоровые, а есть больные, и волги догоняют больных зайчиков, съедают их, и другие зайчики здоровы после этого. Не заражаются от этого зайчика. У меня не укладывалось в голове, потому что я помню эти военные фильмы, которые я грешным делом смотрел тайком от папы и мамы, как санитары шли под пулями, доставали раненых, полуживых уже, надежды они их вытаскивают, а волки санитары леса, их едят больных. И у меня вот это понятие санитарии, этой санации как-то в голове не увязывалось. Люди санитары и волки санитары, и как-то это жестокие какие-то санитары мне казались в моих глазах. Но смотрите, что происходит в духовном мире. Библия называет лжепророков волками в овечьей шкуре. Любой человек, который сознательно вовлекает нас в грех или в ересь, во что бы то ни было, отдаляющий нас от Бога, является вестником, носителем этой волчьей природы. Представляете, апостол Павел говорит, подшествие моем, вот я ухожу от вас, Ефесине, я ухожу из вашей церкви, я скоро вообще умру, буду мучеником, подшествие моем, к вам войдут кто? Лютые волки, нещадящие стадо. Замечательный прогноз. И он не говорит, я молюсь, чтобы они не вошли. Волки всегда придут в жизнь каждого христианина. Волки придут в жизнь каждой общины, абсолютно каждой церковной общины. И никакой съеденный заяц перед Богом потом не скажет, Господи, я не виноват, что меня съели. Бог говорит, ты виноват, потому что болел. Я научил тебя, как быть здоровым, я научил тебя, как освобождать свою душу от горечи, от зависти, от ненависти, от обиды и от похоти, чтобы никакой лютый волк никогда не догнал тебя. Я учил тебя, я написал об этом в тексте Священного Писания, я вразумлял тебя через пастыри и служителей и говорил тебе, каким должно быть твое сердце, чтобы когда самый изощренный, хитрый, коварный волк придет в твою жизнь, он видел только сверкающие пятки твои и задохнулся в беготне за тобой. Но если сегодня такие церковные зайцы, которые вот такими глазами, влюбленными смотрят на волка и говорят, что ж ты меня не ешь, неужели не такой я, не такая аппетитная, то что удивляться тому, что волк находит одну и вторую и третью жертву. И Библия говорит, горе будет этому волку, великое горе братья и сестры, всякому человеку, который послужил поводом к падению кого-то из христиан. великое горе этому человеку, но всякий, кто попался ему в пасть, всякий, кто поддался его обольщению, не имеет никакого оправдания, потому что Бог ты содержал в себе причину, которая сделала тебя уязвимым для этого обольстителя. Вот она причина и вот он повод. И когда мы занимаемся молодыми людьми, христианами, христианками, мы говорим, уважаемые братья, особенно сестры, не влюбляйтесь, потому что если вы влюбились в молодого человека, это ведь не значит, что он телепатическим образом это поймет и скажет именно вот на ней я должен жениться, что свадьба прозвучит в твою пользу, особенно если пять человек таких, которые влюбились в одного человека, даже если они все пятеро будут молиться, чтобы он на них женился, молитва не будет исполнено, потому что Библия разрешает жениться только на одном человеке, и вот люди, зачастую идя на поводу своих чувствований, вступают в незаконные отношения, далеко ли близко или зашедшие, они вступают в эти отношения, а потом душа разорвана на куски, кто виноват? если мы слушали внимательно, горе этому юноше, который подал повод, горе этому юноше, который издевался над этой молодой девчачьей душой, горе ему за то, что она сейчас плачет и рыдает, она брошена, разочарована и оставлена, но и перед Богом у нее нет ни слова оправдания, потому что ей сказали, как себе вести так, чтобы мужики не издевались над твоими чувствами никогда? Тема, которую я сегодня говорил, она требует от нас одного единственного важного качества абсолютной и глубокой честности с самим собой. Нам нужно перестать смотреть вокруг себя и говорить о том, кто мешает нам жить, мешает нам расти, мешает нам быть счастливым и благополучным. Нам нужно перестать смотреть вокруг и посмотреть вглубь себя в свете Святого Духа. И когда мы устраним из себя причину наших падений, причину наших депрессий, причину нашей ненависти, когда мы все это устраним, мы станем неуязвимыми. Мы будем видеть суть вещей. И конфликты, и ситуации будут разрешаться, потому что будет видна глубина всего. Она видна теми, кто живет поистине, говорит поистине и мыслит поистине. Да поможет нам Бог. Помолимся ему. Аллилуйя.